Орудием и посредником воспитания должна быть любовь, а целью человечность. Виссарион Григорьевич Белинский. Меня зовут Екатерина Землянова и это проект «Живые души», где мы ищем гармонию с собой, другими и миром в целом. А тема сегодняшней нашей встречи – воспитание без насилия. Как проявляется родительская агрессия, чем это опасно и как воспитывать детей из любви? Обсудить эту тему с нами пришла Тамара Ивановна Щербинина, детский врач, психолог, психотерапевт и специалист по структурным расстановкам. Здравствуйте, Тамара Ивановна. Здравствуйте, Екатерина. Здравствуйте, уважаемые слушатели. И первый вопрос, который я хотела бы спросить. Вот тема воспитания без насилия, на мой взгляд, не очень популярная, ну вот как бы для специализации психологов. Мне интересно, как вы пришли в эту тему, чтобы настолько пристально в нее выглядеть. Как я пришла в эту тему? Когда осознаешь себя, какие вещи, я как человек в первую очередь, мне очень сложно с ними контактировать и взаимодействовать. И я поняла, что это насилие, которое я вижу. Не насилие, которое совершаю я, а насилие, которое я вижу. Например, вышел в песочницу поиграть с ребенком. И, боже, что только не слышат наши дети. И когда стой, сиди, прижми задницу, ну там говорится еще ярче. И вот куча всего того, что происходит по отношению к ребенку, все это преподносится под соусом благих намерений и воспитания, а ничего кроме насилия в этом нет. Ну и, естественно, как специалист я стала искать, какие есть способы для того, чтобы, во-первых, самой вырасти в этой устойчивости, чтобы быть рядом и помогать людям и остаться устойчивой в этом. И второй момент, как и что доносить людям для того, чтобы у них, пусть медленно, пусть понемножку, начинался меняться взгляд на то, что они делают, на понимание себя. Да, действительно, с насилием суперактуальная тема. Я, когда готовилась к нашему интервью, посмотрела статистику. И статистика говорит о том, что где-то 20% там, ну это понятно, что не знаю, насколько репрестативная выборка, но 20% опрошенных практикуют насилие физическое в своей семье. 50, вот мы сейчас только про физическое. 50, типа, лояльно, типа, ну отшлепал, отшлепал, наорал, наорал. Дело житейское бывает. Хочется вот поговорить про формы насилия, потому что вот с физическим еще хоть как-то мы понимаем, да, ну там, ремня дал ребенку насилие физическое, а тут очевидная история. А есть же еще всякие скрытые формы насилия, такие не очень очевидные. В каких формах насилие может проявляться, в явных, вскрытых, как оно выглядит, в какие маски одевается? Вот я сейчас скажу, наверное, для многих будет абсолютным откровением, что самая распространенная форма насилия в семье, начинается она с младенчества, это пищевое насилие. Когда у родителей, особенно у современных родителей, есть некоторое видение правильного питания, и родители фанатично хотят ребенка правильно выкормить, и это касается прикормов и дальше тех продуктов, которые едят, это по отношению к себе, это по отношению к своим детям, это пищевое насилие. И та цена, которая втюхивается в картину мира ребенка, вот это питали, это первое насилие, с которым сталкивается ребенок. Ребенок всегда может ответить, и это всегда телесная реакция, это первая реакция. Когда мне что-то предлагают, что делает ребенок, что делает малыш, ему это не нравится, ему это не подходит, он делает тьфу, или он убирает руку человека, который делает. Ну, родители просто в совершенстве, конечно, в кавычках, владеют некоторым нам, как заставить своего ребенка делать так, как я считаю правильным, как я считаю нужным. И вот под этой идеей, как мне заставить своего ребенка делать так, как я считаю правильным, вот с этого момента насилие и началось. Люди не способны чувствовать себя, у людей нет навыка. Этому никто никогда и нигде не учил. Все-таки психологическая помощь, она набирает обороты, но она пока только набирает наобороты. И вот эта способность чувствовать себя, что я сейчас хочу, подходит мне это, не подходит. Уместно это или неуместно, могу я проявить в этом гибкость или нет. У взрослых нет этого навыка. Соответственно, не имея этого навыка, под эксперимент, в кавычках, попадают все наши дети. Как я буду упражняться для того, чтобы достичь желаемого мной результата. Когда приходят родители и говорят, как мне ему объяснить, чтобы он был вот таким, вот таким и вот таким. Сделайте что-нибудь, чтобы он. Сделайте что-нибудь, чтобы он. Я не вижу, я не могу видеть, у меня нет ни возможности, ни способности, есть желания. Я не вижу своего ребенка, что он на себя на сегодняшний день представляет. Но у меня есть картинка, которая он должен соответствовать. Вот все насилие, оно будет следствием вот этой картинки. Мой ребенок не соответствует тому, что я придумала. Дайте мне рычаги, как я на него могу воздействовать. Ничего, кроме унижения, здесь нет. Самая большая беда, ну, с моей точки зрения, наблюдая за тем, что происходит в обществе, у нас очень много знающих родителей, у нас очень много, в том числе моих коллег, которые рассказывают направо и налево, должно быть так, должно быть так. Вот это абьюзер, вот это токсичные отношения. И вот эта информация, ее просто зашкаливает. А уровень осознанности, кто я, что со мной сейчас происходит, он практически не сдвинулся никуда. И вот эта идея правильных знаний, взятых от специалистов, люди же убеждены, что вот я же послушал, вот же она, нужная, правильная картинка. Но эта картинка не стыкуется с самим взрослым человеком. Вот это очень и очень большая беда нашей современности. Есть психоаналитик, середина прошлого века, Гордон. Он четко описал, он систематизировал 12 типичных родительских реакций. Способы, как мы взаимодействуем с этим миром. Но он изложил это через призму взаимоотношений родителей-ребенок. Вот когда у меня проходят курсы, а курсы у меня проходят два раза в год, осенью и зимой, это первый день и базовая тема, которую мы всегда разбираем. Парадокс в том, что приходят люди, которые читали, перед тем, как прийти на курс, как правило, я уже эту статью рекомендую, посмотрите, ознакомьтесь, убедитесь, делаете ли вы так или нет, и тогда вам будет легче понять. Но из опыта у 99% случаев прочитал, и я начал так делать, это пропасть. Это целая пропасть. И на самом первом базовом занятии мы начинаем разбирать вот так, как не надо делать. И все люди очень удивляются, так это же мой день с утра до вечера. И родители при этом абсолютно убеждены, что то, что я делаю, это сейчас для того, чтобы он был успешным, для того, чтобы он был самодостаточным и так далее. Но ничего, кроме унижения, здесь нет. Ведь родитель не может вести себя определенным образом, не может проникнуться не потому, что он не знает. Знание всегда авторичное, потому что у него есть какая-то своя детская история. И каждый раз, прочитав книгу, кивая головой, да, там все верно написано, но соприкасаясь с реальной жизнью, я не могу контейнировать ни свои чувства, ни чувства ребенка. Контейнировать – это остаться вот этим адекватным взрослым. Когда я вижу то, что происходит с моим ребенком, он орет, он истерит, он отказывается, он с первого раза не понимает слова «нет, а всем надо непременно, чтобы ребенок на щелчок делал то, что он хочет». Родители, взрослые, люди не способны быть в контакте с ребенком, с которым происходит. Ну и вот, собственно, задача и ценность терапии заключается именно в этом, когда независимо от того, какая была твоя травмированная история с твоего детства и какие убеждения сложились там в детстве, работа с убеждениями всегда вторична. Ну, вы как специалисты это прекрасно понимаете. Родитель начинает расти. И тогда все происходящее с ребенком он начинает воспринимать совершенно иначе. И ему легче отказаться от всего того, что он уже знает, что я делаю не так, потому что у него появляется другое видение культуры, уважительного взаимоотношения. Вообще, люди, когда мы общаемся друг с другом, это все взаимоотношения. И вот как мы вступаем в взаимоотношения, это не только про родителей и детей, это про партнеров, как мама и папа соотносятся, взаимо общаются. Как мы общаемся в узком кругу семьи, мама, папа наверх, бабушки, дедушки, дяди, кот, тети. Как мы общаемся в социальном круге. И вот эта правда, она, конечно, диаметрально противоположная той картинке, которая сейчас выставляется везде в интернете. Сделай фасад, расскажи о себе какой-то офигенный. Но к человеку-то не имеет, очень малое отношение имеет. Вот эта красивая картинка, и мы сейчас живем во время красивых картинок. Я хочу от ребенка красивую картинку. Здесь же еще это подогревается всеми современными известными методами. Всем нужна красивая картинка, а человек, как человек, мало кого интересует. И это, конечно, большая беда. Когда приходят взрослые, и когда мы работаем, работаю я уже около 15 лет психотерапевтом. С людьми это намного больше. И мы начинаем работать, как часто я слышу фразу. Отвечая на ваш вопрос, как проявляется вот это насилие. Лучше бы меня били. Когда есть как будто культурная семья, где вот это напряжение висит настолько, что воздух даже звенит. Когда я сказала одну фразу, когда начинается вот это холодное игнорирование, унижение через игнорирование, через многие другие способы. И человек вообще не понимает. Он не чувствует себя, где я, кто я, зачем я вообще здесь. И, конечно, это очень и очень больно. И мы привыкаем жить в этом холодном мире, в мире отчуждения. Потом, когда мы немножечко вырастаем, зачем я здесь, задает вопрос. Каждый человек задает себе вопрос, что я хочу от жизни. Конечно, мы все хотим близости, но человек настолько привык жить не в норме. Он воспринимает все происходящее как норма. Ну как, я же вырос, и ничего, я же человек-то хороший. Безусловно, человек-то хороший, но это не есть норма. Это не есть про уважение, это про что-то другое, про манипуляцию. Манипуляция это всегда насилие. Я сейчас придумаю способ, чтобы ты сделал так, как я хочу, разными соусами. Тоже это будет подаваться. Давайте резюмируем про источник насилия в родительской агрессии, как в типе реакции родительского поведения. Правильно я понимаю? Источник насилия? Да. Что такое насилие? Я что-то чувствую, кувшин эмоций. Если мы так нарисуем, кувшин эмоций. Человек что-то чувствует. И там очень много. На самом деле не очень много. Это боль, это обида. Если мы пойдем в трансактном анализа, обида. Кто виноват? Чувство вины. Я виноват или ты виноват? Это одиночество. Одиноке или не одинок в этом мире. Ощущение человека. Я окей или я не окей. Все остальные чувства, они по факту уложатся вот в эти четыре компонента. Очень весомых. И когда я вижу, что происходит, например, любая ситуация, я не могу с ней справиться. Ощущение, как и мне обидно, что я не могу. Я одинок. Есть ощущение, что как будто мне никто не помогает в этом мире. Вот я тут одна бьюсь, а муж там вот. А бабушке вообще, им даже на два часа не сдать, я тут бедная. Это внутреннее ощущение человека. Я не вижу даже ту помощь, которая ко мне идет. Я не способен это увидеть, кто виноват, кто-то винит себя. Это я виноват за это, я не могу справиться. И, конечно, у человека в этот момент нет ощущения, что со мной все в порядке. Я вообще именно та мать, которая нужна своему ребенку. Я по определению лучшая и правильная мать. Но у человека все четыре компонента выпадают. Это очень тяжело выносить. И когда я не... Человек, во-первых, это не понимает. Во-вторых, это даже если он понимает, это тяжело выносимая история. А если я не могу с этим справиться, самая первая реакция, она заложена. Я это делегирую. Кому мы это делегируем? Муж, если не выстроены партнерские взаимоотношения, ну так ответит. Разные слова он скажет. Да, я же деньги зарабатываю, ты там вот сиди. Бабушке тоже что-то скажут. Мы там своих вырастили, и не учи нас, как правильно воспитывать своего мужа. Ни один в этот момент действительно не поддержит. Все будут пытаться от этого откреститься. Иди, справляйся сама. И в кого это, вот это все месиво полетит, конечно, оно полетит в ребенка. Потому что две причины. У насилия есть две причины. Человек более слабый, и человек пока не может ответить. У любого наказания есть две причины. Только потому, что человек не может ответить. Даже тех, кого лупят ремнем, 12-13 лет, неважно, это и девочки под эту историю попадают, и мальчики. И вы говорили по статистике 20%. Если мы посмотрим реально, то это, конечно, не 20%, а это намного больше. Из моего наблюдения, из того, что родителям сложно признать себе, я думаю, что это процентов 50-60, не меньше. Так или иначе, это может быть подзатыльник. Это кто-то кого-то за косу, кто-то кого-то пропнул, кто-то взял за шкирку, за ухо. Но это же тоже носили. Ведь не обязательно бить ремнем для того, чтобы человек чувствовал себя униженным. Те, кто практикуют это постоянно, конечно, вот это ощущение, ну как постоянно, с некоторой периодичностью. Я не знаю других способов справиться с этим. Я нахожусь в таком, я взрослый родитель, в таком тотальном отчаянии, что чтобы мне мозг не вскипел, чтобы мне самому сейчас не сдохнуть в этой ситуации, я вымещу это на ребенка. Потому что с двухлетних уже требуют желаемые нормы поведения, которые по нейрофизиологическим срокам только к 12 годам начнут созревать. Но это отдельная тема, конечно, ее можно делать и так дальше рассказывать. У родителей нет представления, что ребенок может в этом возрасте и требуется это раньше. И, конечно, ребенок не может предоставить желаемое поведение, потому что он незрелый, он вообще не должен это делать, это зона ответственности. И вот это вскипание родители берут благополучно, передают. Но наступает момент, когда ребенок вырастает и говорит, это был последний раз, когда ты меня ударил. Ну и вот эта пропасть, которая была, ребенок, слава Богу, начинает отстаивать свое достоинство. Некорректным и неуважительным способом, ровно тем способом, с которым взаимодействовали с ним. Это будет звучать на языке родителей. И дальше. Либо пропасть, родители приходят и говорят, так нельзя, надо что-то другое искать. И это очень хорошее решение. Или другой способ. Как ты смеешь? Мы же взрослые, ты совсем не уважаешь, он от рук отбился, ну и пошел ты. Все. Это отношение, которое потеряно на годы. И сколько человеку понадобится время для того, чтобы вернуться к себе, для того, чтобы понять, для того, чтобы залечить эту рану. Детей вообще очень легко понять. Чем хуже я себя веду, внешнее поведение, тем больше мой крик о несостоявшейся любви. Ну, это вы знаете, если мы говорим про систему рода, если мы говорим про систему вообще, за любой болью, за любой трагедией, за любым симптомом, за любым заболеванием, за любым состоянием, которое считается проблемным и ощущается, как очень тяжелое, часто безысходное, всегда стоит прерванное движение любви. И ничего другого за этим нет. И чем условно хуже ведет себя ребенок, тем больше его крик о любви. И это хорошая новость, потому что он еще пытается достучаться. Потому что когда ребенок ушел в реакцию отказа, и он уже отчаялся хоть что-либо дождаться от этих значимых взрослых, самых значимых взрослых, мама и папа. Ну, это большая такая история, горькая история, когда люди уходят в депрессию, когда все это очень глубоко, когда это все очень и очень тяжело. Здесь ребенок, пока ребенок протестует, вот этот путь, открыть дверь, она легче это сделать. А когда ребенок уже пошел в отказ, и внешне это видит, как, ну, вроде бы ничего, и вроде бы, ну, вот там снижение успеваемости. Все же хотят оценок от детей. Все же хотят, чтобы они не курили, не матерились и так далее. Это же ужас ужасный. А то, что происходит на самом деле, конечно, у людей до этого понимания не доходит. Я просто знаю еще родителей, кто, ну, как бы, много увлекается психологией. Он не хочет, не хочет насилие в своей, ну, как бы, в себе, как в родителе, да, продуцировать. Но все равно продуцирует. И когда совершает, ну, какой-то вот этот насильственный акт, и он начинает, ну, просто ужасно заниматься самоедством, ну, в общем, сильно, непонятно, кто сильнее, в общем, страдает от этого, от этой всей истории. И вот что бы можно было сказать вот тем людям, кто обнаруживает себя как, в общем, человека непедагогичного, который совершил насилие по поводу своих детей, но он этого, как бы, не хотел. Это не его стратегия, это не то, что он выбирает. Страдают все, на самом деле. Сложно определить, кто больше, кто меньше. Вообще, будет ли это сравнение, как сравнить, чья боль больше? Ну, да, да. Моя или твоя? Ну, это по определению, наверное, невозможно. Одна и та же боль будет проживаться от одно и то же событие. Мы совсем же по-разному запоминаем конфликт внутри семьи. Мама запомнила свое чувство вины, и самоедство будет по одному поводу. А ребенок будет обижаться совсем на другую историю. И когда мы, я работаю с семьями, и когда дети начинают делиться, родители говорят, да я вообще не подумал, что я вот именно вот это так вот травмировал. Потому что в его картине мира лежит какая-то другая ситуация осталась. И с точностью, да наоборот. А ты помнишь? А нет, я не помню. Нет вот этого контакта. Как помочь таким родителям? То, что вы уже это видите, то, что вы уже признаете внутри себя, это 60% сделано. Самое сложное, это сказать, да, эта история происходит со мной. Это признать внутри себя. А дальше, конечно, обращаться к специалистам. Здесь других способов нет. Никогда чтение статей, вебинары, марафоны, никогда не будут замены личной терапии. Потому что есть то, что я чувствую. Вот наша кувшин. Есть то, что я думаю, то, что я осознаю. И есть то, что я делаю. То, что я делаю. Я зачморил сейчас ребенка. Я его унизил, я его оскорбил, я обесценил его потребности. Я наорал на него. Ну, через запятую можно перечислять. Я осознал, что я имею к этому отношение. И я учусь, пока только начинаю учиться, брать за это ответственность. Но вся работа, все изменения лежат в зоне. А что же со мной происходит? Что умом-то я все понимаю, как собака Павлова, но делаю с точностью, да, наоборот. И вот когда мы взаимодействуем именно с эмоционально-чувственной частью самого человека, становятся все знания, которые есть, они становятся возможными и реальными для того, чтобы человек проявлял уже новую стратегию. Когда идет война, некогда сеять хлеб. Что такое война? Я имею в виду не страна, на страну напала сейчас, когда война, которая идет с утра до вечера. Это конфликт. Это конфликт, который люди не могут разрушить на уровне семьи между собой. С утра до вечера. И это воспринимается нормой. И люди даже не понимают. Так вот, когда идет война, не до того, чтобы сеять хлеб, не до каких-то азов. Мы про них помним, мы их знаем, в наше сердце всегда. Да, в наше сердце душа всегда будет стремиться туда. Но нам не до этого пока не решены эмоциональные какие-то привязки. Обращаться к специалисту, признать, что да, я это делаю. Четко понимать, что помощь возможна. Специалистов в городе Барнауле достаточно большого количества. Может быть, кому-то кажется, что нету. И у нас город маленький. Нет. У нас в городе Барнауле на самом деле и проектов много, и с подростками, когда работают, и с детьми работают, и с детьми дошкольного возраста работают, и со взрослыми. Здесь просто нужно найти. Стратегия. Я пришел к одному психологу, и я не получил того, что хотел. Ну, психолог проконсультировал. А, фигня это все. Психология, вот это излюбленное жестко, обесценивание. Нет, это не психолог фигня. Это как раз показатель неготовности человека включиться в то большее, что будет предложено на терапии. И подсознание, конечно, выберет путь свернуть. Вот, когда говорим о насилии воспитания, сразу как-то такая стереотипная связка, что родитель, ну, осуществляет насилие по отношению к детям. А если оборотные динамики, когда, допустим, подросток, ну, прям, агрессирует, и прям насилие осуществляет по отношению к родителям. Что стоит за этим? И как с этим можно работать, на это реагировать родителю? Трегольник Карпмана. На слуху, я думаю, что на слуху у тех людей, кто интересуется, состояние жертвы, состояние преследователя и состояние спасателя. Человек, одномоментно, это все роли. Это не есть то, с чего мы начали, природа твоя материнская или природа твоя отцовская. Твоя материнская, отцовская природа, она бесконечно любит ребенка. И все родители, все, они хотят, они любят, но есть куча сценарных вещей, которые мешают родителю проявляться именно так, как он хочет в глубине души. Это все из подсознания идет. И когда я всю жизнь был жертвой, а быть жертвой невозможно постоянно, побыв жертвой, я пойду попреследую, почморю кого-то, и это все через насилие и унижение будет проявляться. Я пошел, почморил кого-то, унизил достоинство человека разными словами, мне больно и обидно от этого, и поэтому я пойду спасать. А что я тебе сейчас куплю? Человек будет прогибаться в внешнем поведении, это будет выглядеть тихо, спокойно. Это не обязательно бить человека, лучше бы меня били. Ребенок так и говорит, здесь хотя бы понятно, здесь очевидно, всем хочется ясности, никто не любит неизвестности. А когда мать ходит, и ей плохо, и ей нехорошо, и вот она вроде бы ни разу и не ударила, но это тяжеленный эмоциональный груз, который несет ребенок. И все то, что не прожито матерью, оно в аккурат по законам системы и рода, оно перейдет вот этому ребенку, и ребенок в какой-то момент это просто перестанет вмещать в себе. Внешне это будет выглядеть, я же ничего не сказала, я же ему только слово спросила, как у тебя дела в школе, и ребенок в один момент начинает вываливать. Но здесь очень важно родителям понимать, что он вываливает не только ответ на ваш вопрос, который вы задали, а он вываливает все то, что у него накопилось. А накопилось, ну там точно ни розы, ни шоколадные конфеты. Там огромное количество болей и всего остального. Это всего лишь показатель, как много этого в вашей системе семьи. Что делать? И, конечно, здесь идти на терапию. Идти на терапию самому, если подросток готов приводить подростка. Как только вы начнете, вы измените свою стратегию, и вы начнете по-другому общаться со своим ребенком, он начнет тянуться к вам. потребность каждого из нас, любого человека, неважно, в какой стране мы живем, неважно, какой мы раса, неважно, какого возраста. Как только с нами что-то происходит, у нас два движения. Мама, папа. Это самые родные, самые близкие люди. Мама, папа. Когда нам плохо, мама, папа. Когда нам хорошо, мама, папа. Никакого другого мы не вспоминаем. Мы вспоминаем, это будут знакомые, кто-то скажет, да у меня же вот куча родственных, ду, что-то вот, и я могу только с ними поговорить, но от этого мне еще больнее, что когда я вспоминаю маму, папу, я могу это реализовать на стороне. Ребенка можно воспитывать, пока он лежит по переглавке. Почему по переглавке? Потому что это период до трех лет, все основные паттерны поведения он уже увидел, и он их уже запечатлел. Как мама с папой взаимодействовали, сколько в этом было уважения, сколько в этом было унижения. Потом хоть заобъясняйтесь. Это еще одна очень важная зона, где вы будете работать. Мальчики смотрят, как они учатся у папы, как относиться к женщинам. Отдельная тема для разговора, то, что у нас происходит сейчас в современном мире, абсолютно искаженное представление своих ролей в отношениях как у мужчин, так и у женщин. Не хуже, не лучше. Что здесь перепутано, что здесь перепутано. И девочки смотрят, кто такой мужчина. Мальчики и девочки с утра до вечера слышат тысячи ложных представлений о мужиках и тысячи ложных представлений. Еще и противоречивых. Противоречивых, абсолютно, потому что есть мнение мамы, есть мнение папы, есть еще мнение других людей, но и из интернета. Курпатов же очень хорошо говорит, то есть, вот когда мы влетели в эту цифровую технологию, и посмотрите, с чего сейчас состоит наш день. Это очень сильно беспокоит родителей. Он только и делает, что сидит в телефоне. А сколько времени проводите в телефоне вы? Господа родители, ответьте честно себе на этот вопрос. Все ли время, которое вы проводите в телефоне, в гаджете, не в телефоне, в гаджете, все ли оно эффективно и действительно ли вы развиваетесь? Научитесь отвечать честно себе на этот вопрос. И вы очень удивитесь, а в кого он, а где он это взял? Но сейчас не совсем про эту мысль, это было параллельно. Да, 3-4 часа человек проводит. 8 часов мы спим, 3-4 часа это в гаджете и совсем чуть-чуть нам остается на все остальное. Это очень беспокоит родителей. Забрать телефон, ну попробуйте, заберите. Ну попробуйте, заберите. А смысл? Интернет выключить, запаролить. И родители проходят все вот эти фазы, лишая, лишение, это не способ решения. Но многим почему-то так кажется. И только пройдя все эти фазы, родители убеждаются, ну это ничего не дало. Не работает. А оно ничего не даст, потому что решение лежит абсолютно в другой плоскости. Совершенно в другой плоскости. Часто я подозреваю, что родительский запрос, что хочется в ребенке воспитать дисциплину. И как же это делать без насилия, без претензий на выбор ребенка? Потому что он сегодня хочу, завтра не хочу. Ну это нормально. Да и взрослые тоже сегодня хотят, завтра не хотят. Как же вот эту дисциплину пресловутую в ребенке воспитать, но при этом не без жестокости? Базовое правило, базовое, это обязательно. Есть азы, которые необходимо освоить, с моей точки зрения, каждому родителю. И вот одно из базовых правил взаимоотношения, это уметь отделять личность от поступка. Вот правило, режим дня, все понимают, что он очень нужный. И он действительно очень нужный. И в плане психического, психологического здоровья и так далее. Это важный аспект. Но никогда режим дня не может быть важнее самого человека. И вот здесь у родителей всегда перекос. Как ты будешь чистить зубы два раза в день или один раз в день, все внимание, и вся энергия родителя, она находится в этом процессе. Но в этот момент ребенка не видят. Но как минимум надо разделить. Это всего лишь распорядок дня. И есть мой ребенок, и есть мои его особенности, с которыми мне важно научиться понимать, для того, чтобы помогать ему освоить вот этот навык. Есть разные психотипы, ребенок с ними уже рождается. Многие родители тоже поняли наверняка, что ребенок, он уже приходит готовенький. И все его раскрытие будет развиваться в контексте его нейрофизиологических особенностей и личностных каких-то особенностей. Это генетика. И вот знание генетики как раз помогает, потому что без этого никуда. Два, три у вас ребенка. Родители это прекрасно знают. Одному это далось легко, потому что он педантичный изначально, потому что он любит структуру и порядок. А другого, который, например, с кожным вектором, совершенно невозможно это сделать. Если у него плюс еще нарушенное внимание, если у него есть какие-то нарушения, это с врачами нужно взаимодействовать. Это совсем другой подход. И здесь нет единой рекомендации. Но рекомендация, которая точно подойдет для всех, никогда распорядок дня, никогда учебный процесс не может быть важнее вашего ребенка. Вот об этом помнить всегда. Все, большинство стараний и усилий родителями вот в этот вектор идут. Их надо переместить вот сюда. Есть мой ребенок, что я знаю на сегодняшний день о нем. Как он это делает, что ему нравится, что ему не нравится. Вот здесь надо расставить приоритеты. Есть я и есть мой ребенок. Что мы сейчас осваиваем? Что то, что сейчас происходит между тобой и ребенком, это самое важное. Манипуляция, выбор без выбора. Я сказала, одень, пошел. Или вот, а что ты хочешь выбрать? Это, как ты сейчас, ты сейчас будешь чистить зубы? Да, через 5 минут. Или, когда посмотришь мультик. Конечно, ребенок выбирает посмотреть мультик, 100% все дети выберут, а потом чистить зубы. Вроде бы ничего. И неплохо, и ситуативно этот номер прокатывает родителям. Но, есть очень большой минус, ребенок учится вот эта вилка, выбор, выбор без выбора и так далее. И у нее есть свои нюансы. Как норма, конечно. В какой-то момент он поймет, что его надурили. Это произойдет довольно быстро. А дальше ребенок взял как модель. Он же так будет с другим, он же с вами в первую очередь будет общаться именно так. А как, мама, ты мне сейчас купишь этот айфон? Или когда один в один это придет, что ты себе позволяешь и вообще откуда? Вот отсюда. Вот отсюда. Пока он был маленький, родитель не знал других способов. Есть результат ситуации, есть долгосрочный результат. Вот все взаимодействие с детьми, когда мы хотим, чтобы они выросли действительно последовательными и терпеливыми, нам нужно быть последовательными, включенными и терпеливыми. Никаких других способов нет. И вопрос, который мы задаем каждому эксперту, мы всегда просим что-то порекомендовать нашим зрителям, что можно самому сейчас почитать, поисследовать, сделать какое-то упражнение, посмотреть какое-то кино, чтобы разобраться в теме чуть лучше, чуть глубже. Прямо сейчас, если вы смотрите нашу передачу и все, что сейчас вам нужно сделать, положите руку прямо вот сюда. Ну, можете вы, Катерина, у вас же тоже есть ребенок. И просто послушайте себя. Что такое послушайте себя? Когда мы задаем какой-то вопрос и мы настроены на получение ответа, вот прежде чем сонастройка на получение ответа, это взгляд не вовне, я хочу оттуда услышать, вы выскочили из себя, вернитесь в себя. Когда вы настроены на результат, вы говорите что-то ребенку, вы выскочили вовне, вы не в себе. Вернитесь в себя, сонастройтесь с собой. Кто я сейчас? Что сейчас со мной происходит? Что я сейчас хочу сделать? Увидьте сначала себя. Вот это самое первое, что нужно сделать, услышать себя, увидеть себя. Что вы чувствуете по отношению к ребенку? И найдите то место, где живет любовь. Она есть. У кого-то им там мгновенно вспыхивает. И это будет ощущаться телесно, как тепло. Кому-то надо немножко посидеть, секунд 20, кому-то минутку. Но не спешите делать следующий шаг, найдите то тепло, которое есть у вас. И оно где-то там внутри. И только после этого переводите взгляд на ребенка. Когда вы научитесь это практиковать, вы удивительным образом обнаружите, что вы никогда уже не скажете те слова, которые у вас были на языке. Это будут совсем другие слова. Во-первых, это будет медленно. Вы сначала назовете имя пауза. Ребенок включится ваше пространство. А дальше вы скажете очень коротко, с уважением, всю ту информацию, которую вы хотите сказать ему. И тогда он вас услышит. Я здесь, я люблю тебя, ты для меня важен. Я хочу чем-то сейчас с тобой поделиться. Мы хотим сейчас с тобой что-то сделать. И я хочу пригласить тебя. Вы нарушаете его личные границы. Мы каждый раз нарушаем границы, привлекаем другого человека. Нарушаем это неплохо. просто приглашайте, а не вторгайтесь. И не вторгайтесь грубо, бесцеремонно. Я приглашаю тебя, побудь со мной. И тогда ребенок откликается. Я здесь, я рядом с тобой. Самостройка с собой, самостройка с ребенком и самостройка с пространством, в котором вы сейчас что-то будете делать и что-то будет происходить. Это очень просто, но на практике понадобится время для того, чтобы это освоить. И книги, из которых на сегодняшний день авторы, это однозначно Юлия Борисовна Гиппенрейтер, наша, я ее называю вообще вселенская бабушка, это просто кристалл нашей психологии. Ее базовая книга, их очень много, общаться с ребенком как. В этой книге собрано все абсолютно. Это, конечно, Петрановская, все ее книги, это Ирина Млодик, Катерина Мурашова, ну и многие другие специалисты. Смотрите для себя, выбирайте для себя, потому что здесь еще тоже очень важно. Он вроде бы и специалист грамотный, и рассказывает хорошо, но почему-то вы не стыкуетесь. Это не про то, что вам ничего не поможет, это не про то, что специалист не очень. Это потому, что вам надо просто посмотреть еще по сторонам и найти ту книгу, то, что вам нужно, которая вам подходит. Спасибо большое за этот глубокий разговор о любви. Хочется, чтобы он стал нашим вкладом в то, чтобы насилие стало меньше. Следующая наша встреча будет посвящена теме тревоги. Что это за эмоция, как она возникает и что делать, чтобы она не мешала жить, обсудим. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok